Лето это лучшее время для решения вопросов благоустройства. Действительно, угладывать асфальт или устанавливать лавочки в подъездах зимой не получится. Но есть и вопросы, которые можно решить в холодное время года. Региональная общественная палата вышла с инициативой расширить временные рамки и объем благоустроительных работ. В них собираются включить ремонт подъездов, которые можно проводить зимой. Состояние подъездов является одной из важных тем, которые волнуют жителей. И я думаю, что наша позиция возможно подумать над разработкой региональной программы, направленной на стимулирование и собственников на проведение таких работ. С этим предложением общественники региональной отделения «Единой России» вышли к губернатору Сергею Морозу. К зимнему благоустройству станут привлекать собственников жилья и будут спрашивать их мнение. Например, о том, в какой цвет красить подъезды. Кстати, одними подъездами работа не ограничится. Сами входные группы. То есть это не только двери, но и ступени. Вот есть управляющие компании, которые достаточно активно эти работы проводят. Потому что мне вот показывали, я видел ступени, которые не ремонтируются 30-35 лет. Такие уже ничего не остается. И, естественно, человек, поднимаясь по ним, не говоря, что там о доступной среде, он может легко травмироваться, когда они просто стачиваются и становятся. От ступеньки остается половина. Работа по сбору информации о состоянии подъезда будет проведена до начала следующего года. В январе же будут разработаны механизмы зимнего благоустройства и решен вопрос с финансированием этой деятельности. Возьмем для себя до конца этого года некую ревизию того, что в каком состоянии находится. Обратимся к общественникам, обратимся к людям, которым неравнодушны к тому, что их окружает. Это первое, второе. И тогда прорабатываем вопрос с правительством, проработаем с руководителем муниципалитетов о том, чтобы мы все вместе посмотрели на состояние подъездов, на состояние входной группы. В обследовании подъездов и входной групп губернатор призвал принять участие членов общественной палаты и Палаты справедливости. Предложения будут рассматриваться и от простых, активных граждан, в том числе и пользователей соцсетей. Егор Тстов, Юрий Конихин. Новости дня «Ульяновской правды». Редактор субтитров А.Семкин